Всем привет, с вами Рэйвен и сегодня мы продолжим проходить игру под названием Весьмак Три Дикая Охота И нам надо встретиться с Трису Часовни Вечного Огня Конь ко мне Ну конь Плотва, блин Глупое животное А тут нельзя быстро скакать Шевелись, плотва Ладно, попалдём тогда Около полуночи Так, нет Нет, не хватит Вот Хорошо, что ты пришёл Послушай Присмотрелась я в казарму Не нравится мне сегодня В смысле им не помешает ремонт? В смысле? Это настоящая крепость Высокие стены, охрана у ворот Внутри полно людей Мы не проберёмся вниз Силой тоже ничего не сделаешь Менгер успеет сбежать Так что ты предлагаешь? Возьми кандалу И надень на него Не время для таких игр Может ты объяснишь, что происходит? Подумай Если ты приведёшь охотникам подвину Трис Миревой Они не то что ворота откроют Они тебя ещё и к самому Менге проведут Исключено Это слишком опасно На кону жизни Лютика И Цири Значит стоит рискнуть Ну хорошо Хорошо Допустим они проглотят ножи Что дальше? Мы заходим Я представляю Менге Меч к горлу И спрашиваю где Лютик? Не вариант Менге гнига Но в одну ему нужно отдать должное Смерти он не боится Меня это всегда раздражало фанатика Ничего Придётся брать его хитростью Какие будут предложения? Ммм Может ты скажешь Что у тебя есть сведения о ложе? Или ещё лучше на самой Филиппе? Он её ненавидит? Придумай что-нибудь Пойдём Мне всё это по-прежнему не нравится Но что ж поделаешь Пойдём Гераль Помню Я сумею о себе позаботиться О чём тебе? Охотники Они не будут обходиться со мной как здание Но я выдержу Я смогу потерпеть Цели важнее всего Поэтому что бы ни случилось Просто делай своё дело Этого я обещать не готов Я прошу тебя Хорошо? Без проблем Да? Хорошо 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 Чего надо? Я пришел за наградой. За что это? За чародейку. Не видишь, кого я вам привел? Это Трис Меригольд. Меригольд? Ну, проходи. Вот ты, Расс. Трис Меригольд. Ты перешел с утопцев на чародеек? За них больше платят. Так от них и вреда больше. Утопят самые большие. Рыбака за ляжки покусают. А они убивают королей. Плетут заговоры. Вызывают войны. И молоко у коров тоже из-за нас кисли. Шутки кончились, Меригольд. Раз и навсегда. Подвал ее! Полегче. Я отдам ее Менге и никому другому. Думаешь, мы не знаем, что делать с чародейкой? Пусти, ублюдок! Паршивый язык не подходит. Такому прелестному личику придется вырвать. Вместо того, чтобы вырвать язык, лучше его развязать. И тогда можно узнать интересные вещи. Например? Например, где скрывается некая Филиппа Эйльхард. Я тебя еще достану! Захлопни пасть, рыжая шлюха! Говори, где она! Я тебе, кажется, ясно сказал. Я буду говорить только с Менге. А Менге с такими не разговаривает. Тогда передавать ему привет от меня и моей подружки Меригольд. Добро! Бери ее и иди за мной. Ты никуда не отходи. Идемте. Че встал-то? Здесь мы разойдемся. Ты пойдешь к Менге, а Меригольд будет за стеной. Я ее не отдам, пока не получу. Не тебе тут ставить условия. Тише, ты знаешь, что делать. Ничего не скажу. Ни тебе, ни ему. Гордая, да? Ну, погоди. Вырву тебе ногти, как запоешь по-другому. Хватит притворяться. Ладно, забирайте ее, чтобы она нам не мешала. Но трогать не смейте. А че это? Жалко ее стало? Нет, на кой хрена на мне. Только если я не сговорюсь с Менге, продам ведьму кому-другому. Не хочу, чтобы вы товар испортили. Вот же деловой. Получишь ты свои деньги, не волнуйся. А Меригольд получит, что заслужила. Без меня пыток не начинать. Ясно? Да. Без пыток. Что? Чары доводят. Вырву, взять его. Вообще обалдели, что ли. Они где сейчас замочат? Горите. Вообще обалдельно будет сразу мочить. Бернинки. Чары не понравились. Не. Я не хочу умирать. Ох. Сейчас опять с ним базарить полдня. Так, нет, не надо базарить. Оба. Ой, тут проходить могу. Можно она сама подерется. Ладно же, минус два. Гори. А куда она делась-то, она шел. Откинула, что ли. Они ее замочили, что ли, где она? Нет, она жила. Ладно. Ты что, не загорелся? Ох, лучники у вас. Ааа, я застрял. Так, где ты? Иди, иди сюда. Ребят. Так, где мой арбалет? Не взрывается, что ли? Да ну как, я мог промазать. Ну да. Умно. Какие-то они сильные. Они же вроде всего девятого уровня. А, у меня топор, может, сломан. Точно. Надо починить или заменить. Так, стопэ. Инвентарь. Нет, у меня не топор, сломан. А серебряный меч. Двадцать первый надо. Похуже. Видите доспехово. Ладно, оденем эти башмачки. О-о-о. Мне, наконец-то, эта броня доступна. Спротивление колющим ударом, сопротивление ударному урону, сопротивление кровотечения, сопротивление рыбающим ударом. Ставим. Че еще я могу ставить-то? Зрон. О-о-о. О-о-о. Во. Так, а стоп. Ладно. Остальное все фигня. Так, дайте я выйду. Давай обдеряем с тобой. Сбейте ее, бейте. Бей ее. Зря вы стали со мной драться. Зря. Дайте. Уйду. Все, он сдох. Давайте. Как пробью. Уйду. 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 Пойду всех замочу. Так, оба, и убегаем. Никто не сдох. Вот так, оп, и назад. Так, на улице еще, пацаны. Так, сейчас эти двойные метры сломают. Так. Так, туда идите. Никто не сдох. Так не интересно. Тихо-тихо. Да еще немного. О да. Помедитируем. Нет. Сейчас еще умру. Упав с лестницы. Да глупо будет. Так, ну алло. Это уже не смешно. Так, в суточке, а что? Ничего. Ты еще тоже драться хочешь? А, убить его. Все. Наверное. Кажется, пронесло. Акси в такой толпе? Геральт, это невозможно. Прости, но я не мог просто так отдать тебя подвигать. Ты слишком много для меня знаешь. Может, мы найдем хоть какие-то бумаги, в которых упоминаются люди? Я обащу его. А ты осмотри помню. Начни лучше со стола. Может, я хочу его обыскать? Эх. Где там стол его? Что за меч? Фуфло какое-то, да? Фигня. Но я не буду выбрасывать. Кукла. Письмо и книга. Почитать записку. Калеб, у меня новые указания относительно следующей экзекуции. Когда будешь готов к встрече, оставь свою священную книгу. В тайнике в колонии алтаря вечного огня на юг из-за пути обрезков. Встретимся на старом месте. Никому не говори, куда идешь и никого не привози с собой. А письмо сожги сразу после прочтения. Хорошо. У меня уже две таких книги. Только воды. Нашла что-нибудь? В кармане у него ключ от двери. На, возьми. За пазухой. Ничего. Но... Погоди. Что-то по кнопке. Ну? Ключик от сейфа. Возьми. Передай действию. С приветом от меня. Я нашел письмо для меня. От какой-то шишки. Видимо, шпиона. Шпиона? Сама посмотри. Контактные ящики. Условные сигналы. А, действительно. Смердит разведку за милю. Может быть, этот агент знает что-нибудь и о лютике? Готов поспорить. Только как дым его добраться? В письме сказано, как договориться о встрече. И ни слова о том, где она должна быть. Может, Дейкстра нам поможет? Он знает все. Ты немного преувеличуешь. Не уверена. Люди от сейфа, которые стоят неизвестно где? Сомневаюсь, что Дейкстра обрадуется. Ну, по крайней мере, его головорезы не переломают нам ноги за невыполненный договор. Словом, стопян наполовину полон. И надеюсь, в нем надо что-нибудь крепкое. Давай убираться отсюда. Ладно, тут искать больше нечего. Пора собираться. С удовольствием. Только лучше не через главные ворота. Да мы уж всех перебили. Сейчас кто-то прибежит. Здесь мы разделимся. Ну или нет? Размачал. Надо будет пустить этот сарай к Ховикам. Верно. Мы оставили здесь слишком много следов. Да. А кроме того, мне надо выпустить пар. Послушай, есть еще одно дело. Только не здесь, конечно, не сейчас. Приходи ко мне, когда сможешь. А теперь пойдем уже отсюда. Да, давай, жги. Спасибо за помощь. Я за что? Ха. Ну хватит. Я убираюсь отсюда немедленно. И тебе советую сделать то же самое. Где тут выход-то? Ага. Только не через телепорт. Пока. Адрис. Я не разобьюсь. Помедитирую. Где вообще? Ничего нету. Кто ты? Эй, там! Господин Ройвен просит на пару слов. Вот же нетерпеливый, сучий сын. А? Ничего. Я скоро буду. Ты перестанешь за мной шляться? Да, как только ты скажешь, где моя козла. Мы с Менге не сговорились. Совсем? Совсем. Это объясняет пожар в казармах. Надеюсь, моя казна не пылает вместе с охотниками? Я ее не видел. А 20 тонн золота все-таки сложно продлить. Значит, ты пришел ко мне с пустыми руками? Во-первых, это ты ко мне пришел. А во-вторых, кое-что в руках у меня есть. Ключ от сейфа. Я нашел его у Менге. А искать сейф ты предлагаешь мне? Это будет непросто. Но что же делать? Ты и так неплохо поработал. Это все, что ты можешь сказать? Никакой сочной морали, искрометной шуточки. Хочешь шуточку? Ну, сейчас расскажу. Ты готов? Ты меня обманул. Снова. Что? Ты с самого начала знал, кто вынес мою казну. Но не захотел любезно поделиться своими соображениями. Зато я любезно помог тебе с казной. Так что не надо, естественно. Я не шучу, Гераль. Ты злоупотребил моим доверием. Я как-нибудь пережил. В этот раз, да. Но хорошо. Пора свести счеты. Это угроза? Напротив. Ты мне помог. Так что тебе полагается награда. Несмотря ни на что. Готов поспорить, ты все еще не знаешь, что с Лютиком. Нет, но я напал на след кого-то, кто может знать. Кажется, какого-то шпиона. Он подписывается, как Еморлак. Веда в том, что в письме от него написано, как организовать встречу, но ни слова о том, где. Разрушенный дом в застелье. Дай сигнал, и он придет в тот же день. Перед полуночью. Спасибо за помощь. Спасибо за помощь. Не стоит благодарности. Я всегда отдаю долги. Даже лжецам. А под конец нижайшая просьба. Никогда больше не пытайся меня обманывать. Никогда. Никогда. Спасибо за субтитры Алексею Дуброва. Куда бежать-то вообще? Диджет к нам, да? Наш друган. Бедным честью богатых. Спасибо тебе, огромное видимо. От зла нас сохранить. Звала вечному огню. Фигня. Фигня. Ждите. Ждите. На эту книгу стоять. В самый тайник. Я подал условный знак. Шпион должен появиться в застении перед полуночью. стоп идти ты не сюда тушь 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 кратышки тут ходят еще всякие это больно осталось спрятаться и подождать за дверью лучшее место чтобы спрятаться за дверью вис откуда ты узнала что хотелось довести это дело до конца облезли потолок грибов на стенах в углу мышиный помет губы сами складываются чтобы я не знаю кто вы но вы вляпались в собственное говно по шею и убят еще глубже уверяйте но можешь еще вывести если ответишь на наши вопросы отвечу на каждый одинаково пошла ты не говори так с дамой так не говоря с дамой нет а с ведьмой можно не реагирует мы ищем лютика мы ищем лютика я знаю что он попал в руки метки это все из-за него из-за ебаного министрелля вы не могли сразу сказать вместо того чтобы херачить меня магией не верю из-за такой мутаты к делу лютик на храмовом острове в тюрьме под светилищем менги задумал для него показательную казнь в аксенфурте боюсь эти его гастроли придется отменить как вытащить лютика на свободу с острова возвращаются исключительно по приказу менги отданному лично мы справимся у меня есть я подогнал хватит хватит нужно лишь что хотели я бессмертно рад надеюсь что в таком случае мы забудем об этом неприятном происшествии и не так быстро знаю слишком много видел но как же ведь я вам я ничего никому или он умрет сотри ему память сотри ему память это не страшно даю слово как ты себя чувствуешь я чувствую отвратительно ужасно фаршиво я долго могу продолжать но я хочу отсюда как можно скорее уйти умыться и напиться у тебя была мысль у тебя есть мысль как освободить лютику да мы знаем что он должен быть отправлен с острова в Оксенпурд по личному приказу менги верно? точно и в этом вся проблема менги умер значит об этом знаем только мы он ведь мог убежать во время пожара значит может и вернуться он или кто-то очень-очень на него похож Доплер верно я думала о твоем знакомом Дуду Бивервейте который принимал облик купца низушки лютик говорил что он был тогда убедительнее оригинала до такой степени что банкир Вивальди дал ему взаймы пару тысяч крон не моргнув и глазом ага только он скрывается может присцилла нам поможет надеюсь послушай есть еще одно дело только не здесь конечно не сейчас приходи ко мне когда сможешь а теперь пойдем уже отсюда ну а сжечь опять все хочет то оно будет вот 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 Что за задание там еще одно было? Ясно, только утром он тут бывает, купец. Явольская сеть. Где ты там? Мальчик. Мальчик. Что случилось? Они... Эй, подожди! Вон, кидай! Взять его! А ну... Они с тем связались. Огонь! Сушеная рыба. Рубаха. Броня один. Ладно, проходить дальше будем уже в следующей серии. А пока, всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok